Девушки отдыхают Бегом за ней! Бегом, я сказал! Маму, ну тебе понравился подарок? Смотрим сюда, улыбаемся. Все, спокойся, держи лицо. Держи. Держи лицо, говорю. Повышенная немного. Что случилось? Ну в полиции я была, я вижу. Не ищут Анигу. А говорила я, они будут искать. Только начала рассказывать, они говорят, ничего не надо, мы сами работаем. А ведь в прошлый раз тоже мне полиция нашла. А вот девушка, волонтер, нашла. Я тебе сейчас фотографию покажу. Прям на всю жизнь имя ее запомнила. Вот, Катя Самойлова. А как она нашла? Как нашла? Азни сдавалась. Все документы смотрела, смотрела. В приютах, в детдомах, везде. И нашла. Кто моего мальчика найдет сейчас? Ну, Лидия Михайловна, это же другое. Он уже взрослый, сам способен решить свои проблемы. Не переживайте. Давайте я его попробую найти. Девочка ты моя. Хорошая моя. Спасибо тебе. За все, за все спасибо. Открывай! Эй! Я знаю, что ты здесь! Я полицию привел! Эй! Слышите! Открывай, говорят! Что случилось? Проверка документов. Это дом моего отца. Вот сейчас и проверим. Предявите, пожалуйста, документы. Селецкий? Угу. Путина. А что же я тебя раньше тут никогда не видел? Я уже забыл, когда тут люди были в последний раз. Все в порядке. Извините за беспокойство. Ты это, извини, если что. Мы тут живем, нам тут бдеть надо. Да. О, что ты побрелся? Отец там шевелюровый был. О, что ты побрелся? Отец там шевелюровый был. Но он считает, что мой брак с Оксаной может ему помочь. Ну, так женись на Оксане. Зачем ты пришел ко мне? Я не могу отмахнуться от отца. Но Оксану я не люблю. Мне нужна ты. А что, я должна тебе ответить? Ой, Стас, здравствуйте. А что вы в дверях стоите разговариваете? Пойдемте на кухню. Я чай свежий заварила. Пойдемте, пойдемте. Спасибо. Вот. Я понимаю, что все мужчины сволочи, но чтобы до такой степени. Да не расстраивайся ты. Никуда этот Стас не денется. У меня есть с чем его удержать. Я знаю акции Оксаны. Да, и не то. Не трогай. Не трогай меня. Убери руки. Вообще-то тебе спасибо большое, что ты пошел в Богданово мне с любовницей, но руки не распускай. Хватит. Нет у меня никакой любовницы, ну? Сейчас нет. Ты ведь найдешь другую какую-нибудь. Но запомни, Антонов, я не такая наивная дурочка, как ты думаешь. И ты говоришь, что у Стаса руки связаны? Так у тебя тоже связаны. Пустые угрозы. А-а-а. Нет, котик, просто ты не в курсе. Пока. Я выясню, что за проблема у отца. И найду способ решить их не калеча свою жизнь. Только, пожалуйста, потерпи. То есть ты просишь подождать? Да. Хорошо. Но мне нужно за что-то жить. Мне нужно найти работу. У меня ипотека. Ну, об этом не переживай. Вопрос с ипотекой закрыт. Закрыт. В смысле? Наша компания поступила с тобой несправедливо. Прими это в качестве извинения. Спасибо. Как-то неожиданно. О, что же вы чая не пьете? Я забыла поставить. У меня еще печенье есть. Вот. Иришка, давай, ухаживай. Спасибо. Вижу, вы с Лидией Михайловной подружились. Она чудесная. Я обещала ей помочь найти Максима. Максима похитили в детстве. И, по всей видимости, это была месть какого-то бандита, отцу мальчика. Его нашли только через три года. Волонтеры. Лидия Михайловна уверена, что это ее сын. Ну, я смотрю на фотографии, не похожа ни на маму, ни на папу, ни на себя Годовалова. Совсем не похожа. Ого. И я хочу встретиться с волонтером, который нашла Максима. А как ты собираешься ее найти? В соцсетях. Ну да, я тоже по своим каналам пробью. Ты держи меня в курсе этого дела, ладно? Тебе мало своих проблем? Мало. Хорошо, буду держать тебя в курсе. Ну что, мир? Перемирие. 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 Здравствуйте, Ирина. Да, это я. Прекрасно помню мальчика Максима и всю эту историю. И да, я могу встретиться. Я работаю няней. Можем поговорить во время прогулки. Ну, а что вам рассказать? Расскажите, как нашли его. Только, пожалуйста, правду. Ну, а почему вы считаете, что я вам неправду расскажу? Ну, дело странное. Полиция искала, не нашла. А вам повезло. А мне и правда повезло. Я тогда только пришла в группу Надежды. Хорошее название. Да. Я была молодая, опыта никакого. Зато энтузиазма и гонора хоть отбавляй. Это дело давно считалось безнадежным. О нем мне рассказал парень из группы, как пример того, что бывают и неудачи. А я завелась и говорю, если мальчик жив, найду. С группой поспорила. Они говорят, ну, раз ты умнее других, давай ищи. А я даже не знаю, как к делу подступиться. Мне так стыдно было. Все работали, людей спасали. А я только языком болтала. Думала, точно уйти придется. Но тут вдруг мне помог этот парень. Который вам об этом деле рассказал? Да, он. Вот как нашел, не знаю, эти документы с фотографиями коляски и вещей, которыми мальчика подкинули в детдом? Наверное, в детдоме и нашел. Да, но только доступ к документам. Как получил? Это же всегда проблема. А еще Антон говорит мне, а давай, как будто бы это ты нашла. Ну, я и согласилась. Так не хотелось спор проигрывать. Ну, почему же он так сделал? Ему была неинтересна слава героя? Понимаете, тогда ему больше интересна была я. Значит, зовут его Антон. А фамилия? Ой, не помню. У нас, к сожалению, ничего не вышло. А потом он из отряда ушел. Значит, вы не знаете, как его найти? Нет. Постойте, а у меня же есть фотография. Нас снимали тогда для местной газеты. О нашем отряде писали, но и об этом случае тоже. И как бы мне ее найти? Ну, я могу переснять и прислать вам. Да, пожалуйста. Привет. Аллен. Что ты здесь делаешь? Ты не отвечаешь на письма. Заблокировала мой номер. Но твоя геопозиция мне по-прежнему видна. Зачем ты приехал? Ты мне ничего не объяснила? Я влюбилась. Вот и все. Понимаешь? Нет, не понимаю. Мы с тобой уже больше года вместе. Мы мечтали купить дом, завести собаку и вдруг ты... Так бывает. Извини, мне нужно ехать. Послушай. Аллен, я приехал к тебе с другого конца света. Я хочу понять, что случилось. Оксана, я переживаю, я скучаю. Я люблю тебя. А ты вот так вот просто уедешь? Я люблю другого и выхожу за него замуж. Пока. Стас, привет. Как и обещала, держу тебя в курсе. Я нашла Екатерину. Только что с ней встречалась. Волонтер по имени Антон, фамилию она не помнит, навел Катю на ребенка и сразу ушел из отряда. Засланный казачок этот Антон. Похоже, да. Жаль, фамилию его не знаем. Но Екатерина обещала скинуть его фотографию тех времен, снимать для какой-то местной газеты. Слушай, это уже интересно. Ты мне сможешь ее переслать? Да, конечно. Как только получу, сразу тебя отправлю. Подожди. Уже получила. Сейчас. Все, лови. Антон, первый справа, в верхнем ряду. Ага, есть. Я перезвоню. Пока. Стас, я пришла мириться. Ну, прости. Я просто хотела, чтобы ты сделал мне предложение на праздники у родителей. Это было бы так символично. Я не люблю, когда на меня давят. Прости. Прости. Давай сделаем, как ты хочешь. Я точно знаю, как я не хочу. Я не хочу превращать свою жизнь в показуху. Хорошо. Я согласна даже на медовый месяц на Мальдиве вдвоем. Ой, папа. Не понял. На фотографии твой отец? Да. У нас дома такая же есть. Папа рассказывал, что он в молодости был волонтером в поисковом отряде. Надо же. А где он? Вот. А откуда у тебя эта фотография? Да это из архива в городской газете. И зачем она тебе? Так, знакомый попросил уточнить кое-что. Уточнить о моем отце? Оксана, там человек тридцать. Я даже не знал, что здесь есть твой отец. Ну, допустим. А если я ему сейчас позвоню и скажу, что ты зачем-то откопал его фотографию? Звони. Слушай, ну чего ты взялась? Ну, ладно, пока не буду звонить. Но за это мы вечером поедем мириться. Папуль, привет. Проходи. Привет. Очень рада тебя видеть. Я тебя. Ты одна? Нет, Лидия Михайловна на кухне. Сейчас познакомлю. Лидия Михайловна, это мой папа. Здравствуйте. Лев. Очень приятно. Лидия. Каждое следующее поколение считает, что они последние умные. А за ними идет стадо варваров, которым бы только разрушать отцовские ценности. Вот мой отец так думал про меня, а я так думаю… Про меня, да, папа? Отчасти. Вы знаете, Лев Борисович, на самом деле в каждом поколении процент умных и глупых людей практически одинаков. Именно. Но мы запрограммированы на противостояние поколений. Ну вот, я, вы знаете, стараюсь никогда не осуждать молодежь. И еще столько всего ждет в жизни. Конечно. Победы, достижения, поражения. Вот я бы не хотела возвращаться в мир юношеских иллюзий. Я свои потери прожила, приняла и смирилась. Просто хочется жить дальше. Знаете, ведь вы правы. Я тоже смирился и хочу жить дальше. Давайте, давайте пить чай. Нравится? Очень. Ты красивая. У меня, правда, очень много работы было, я устал. Ничего. Я тебя сейчас взбодрю. Нет. Прости, Оксана. У меня, правда, очень болит голова. Да я за таблеткой схожу. Хорошо, не делай вам зайти. У меня не надо. Да я за таблетки. Алло. Привет. Есть новости. Я узнал, кто нашел маленького Максима. Это был отец Оксаны, Алексей Антонов. Антон — это не имя. Это прозвище, образованное от фамилии. Вот это поворот. Так, возьми пока баузу. Я сам со всем разберусь. С чем ты разберешься? Да так, с одним заковыристым юридическим вопросом. Это теперь так звонок Юрия называется? Зачем блендер включил? Чтобы я ничего не услышала? Ты издеваешься? У тебя паранойя. Номер покажи. Оксана, хватит. А может быть, это как-то связано с той фотографией? С чего ты взяла? Стас, предупреждаю. У меня чутье накидал его. Будешь с Ирой встречаться, расскажу отцу про фотографию. Ну я же сказал, рассказывай. Я подумаю еще. Посмотрю на твое поведение. Да, во вторник удобно. Я приеду. Спасибо большое. До свидания. Пригласили на собеседование. Ой, замечательно. Пусть все сложится. Это Саша. Я позвала его в стиралку починить. Хорошо. Здравствуйте, Лид. Здравствуй. Проходи. Проходи. Здравствуйте. Ну, знакомить вас не надо. Да, знакомы уже. Ну, показывайте, что вы здесь сломали. Вот она, стиралка. Саша, можно вопрос? Конечно. А вы дружите с Максимом? В детстве дружили. Потом разошлись. Разные мы. Я хочу помочь Лидии Михайловне найти Максима. Моё мнение, он сам не хочет, чтобы его находили. Ну, вы сами посудите. Мать к нам выписал. Раз продал, что мог. Вечно он в какие-то авантюры влезал. А не знаете, где он может скрываться? Есть одно местечко. Дача Селецких. Я уже потом понял, что там муж тети Лиды умер от инфаркта. Даже скорой не успел доехать. Но это еще когда Максима искали. Тетя Лида больше туда не ездила. А Максим, знаю, бывал там. Прятался по малолетке. Ну, вы же знаете, что он из дома сбегал, да? Да, знаю. А где эта дача? Без понятия. Я там не был. От Максима пару раз слышал. Он еще просил маме не говорить то, что был там. Да я не говорил. Не мое дело. Я рад, сынок, что у вас с Оксаной все хорошо. Ну, чего ты морщишься? Пап, скажи, а бандит, который тебе и Антонову с карьерой помог, кто он? Тебя это не касается. Ничего себе не касается? Ты всю жизнь живешь и оглядываешься. Я теперь тоже. Может, пора рассказать? Боюсь, тебе это не понравится. Ну, это я уже понял. Хорошо. Его зовут Клим Баринов. И когда я был еще молодым, никем, он уже был тогда местным доном Корлеоне. Мы с Лешей Антоновым получили от него деньги, связи. Я вот занялся бизнесом. Леша стал чиновником. Но у нас была договоренность, что когда он обратится к нам за помощью, мы поможем. До сих пор Дань Владимировна. Ну, и чем он тебя подцепил? Что ты хочешь забыть? Хватит тебя. Пап, ты сам в прошлый раз проговорился. Договаривай. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Это Антонов. 20 лет назад он пришел в поисковый отряд «Надежда» волонтером. Чудесным образом нашел мальчика, который был в розыске три года. Потом внезапно ушел из группы. Что это такое? Где ты это взял? Ладно. Вот так я живу. Вы можете жить еще лучше, если захотите. где ребенок? Спит где-то. У меня закончилось. Дашь денег? Иди к сыну. Я же сказала, он спит. А кто это у тебя здесь такой красивый? Угостишь дому? Пошла к ребенку. Я поняла, поняла. Пусти! Клим не знал, кто у него стрелял. Понятно, что это был какой-то мелкий предприниматель, которого он разорил, но Клим был уверен, что следователь, который довел это дело до конца, имя знал, а следователь Селецкий не уперся. Скажи, мужу я должен знать имя. Если он мне его не скажет, я буду считать его виноватым. И тогда вы будете бояться меня до конца своей жизни. Свободно. Че сидим? Мы ему должны были, поэтому он велел нам украсть ребенка у Селецких. Это мы с Антоновым украли коляску с ребенком, оставленную в магазина. А ребенка потом вернули матери через три года. Вот Антонов поэтому и разыграл спектакль с этим поисковым отрядом. Подожди, я только одного не понимаю. Если ребенка вернули, то в чем тогда состояла месть? Антонов может быть и знает, но мне скажет я о нашем разговоре, он тоже не должен знать. И ты считаешь, что мы должны породниться семьей Антоновых? Слушай, давай вот так вот на чистоту. У тебя треть акции компании, у Оксаны половина. Мы должны породниться, чтобы компания осталась семье, понимаешь ты? Ну, послушай меня. Я понимаю, что тебе Оксана не нравится, но ты нравишься, Оксаня. Ну, прошу тебе, сженись. Она сама наиграется с тобой год и бросит тебя. Прошу тебе, год, потерпи. Год. Ты же, наверное, тоже считал, что очень скоро все пройдет, забудется. Делай, что хочешь. Я устал тебя уговаривать и устал бояться. Как он сегодня? Как всегда. Ну, и хорошо. Деньги привез. Да ты, походу, борзеть, что ты начал в малет? Что, мне на курево привез? Так я не курю. Я за месяц третий раз приезжаю. А ты сразу все привези. Третий раз он приезжает. Что ты мне по копейке цедишь? На паперти, что ли, собираешь? Ха. Ты думаешь, я молчать буду, потому что сам боюсь? А я не боюсь. Мне, может, на зоне лучше, чем здесь будет. А вот вам с Богдановым там не выжить. Уж больно гладкие стали от сытой жизни. Завтра еще переведу. А мне не надо переводить. Зачем мне бабки, которые я потрогать не могу? Наличные визиты, понял меня? Конечно, понял. визита. Да. Ким Георгиевич, могу быть у вас в течение 30 минут. Давай, я жду тебя. в течение 30 минут, Да торчим здесь уже полчаса, ты понимаешь? Но это не машина, это совок. Братан, да все успеем на бодяжу. Давай. Долго мне еще тут торчать? Мы опаздываем. Не знаю, искры нет. Тебе что, искры дать? Не надо. Я сам справлюсь. 15 минут. Усек. Шеф, мы тут подумали, может на трос его возьмем? А что, кабан потянет? Красава. Сам придумал, сам решай. А после отмолю, завела дорожка, нету так кривая. Стрелки, тенки, братики, плетки и лохи. Не знаю, фантики, жизнь моя и моя. Я никогда не знаю, что ты, не менты. Георгиевич, помогу. С чем пришел? Антонов нашел Максима Селецкого. Тот отсиживается на даче. Привезти его? Не надо. Да. Рано еще. Пусть сам придет. На, держи, держи, держи. Погуляй у меня перед окнами. Под окнами погуляй. Давай, давай, давай. Леша, я тебе сразу скажу, если ты по поводу Клима, то это мне все надоело. Ну, не этого же Клима окончательно оборзел. Надо решать вопрос. Как? Радикально. Вот этот вот, Максим Селецкий. Ты что, следишь за ним? Это наш шанс, Костя. Он наделал долгов, теперь прячется. К тому же, жадный, бестолковый, это идеальное оружие, если его подготовить и вовремя зарядить. Ну, я через своих знакомых сделал так, что Максим мой должник. То есть, ты обзавелся еще одним свидетелем? Мудро. Они дали ему деньги. Развитие бизнеса. Ну, я порекомендовал. Ошибся в человеке, с кем не бывает. Но он считает, что деньги ему судил Клим. Семнадцатый век. Так, цепь самого патриарха Феофана. В розыске, кстати, с 1937-го. Может, уже дашь подержать? Прошу. Как новый блестит. Да. Сколько? Сто семьдесят. Сто тридцать. Обижаете вы меня, Ким Георгиевич. Сколько времени я вам товар поставляю? Я за этой цепью семь лет гонялся. Нашел, откупил, восстановил. А вы мне такие смешные деньги. Я найду, дыр голову, покупаю. Сто пятьдесят. Сто шестьдесят. Сто семьдесят. Ты не слышишь? Я же говорю, сто шестьдесят. Сто шестьдесят девять. Я вот не пойму, как ты с таким добром один не боишься ходить по улице? Ким Георгиевич, за мной, только для вас. Знак моего вложения. Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Клима так боится, что если его припугнуть как следует, он пойдет на все, и Клима убьет, лишь бы долги не отдавать. Если его возьмут, он тебя сдаст. Нас сдаст. Да с какой стати? Он же не знает, что я, то есть мы, за ниточки дергаем. Ну, допустим, попадется, скажет, что он Клима должен был, потом детская история с похищением всплывет. Ну, получается, что Максим отомстил за отца и за свое загубленное детство. Ну, это получается, что мы с тобой до убийства докатились. Ну, почему? Да не мы. На нас вообще никто не подумает. От Клима избавимся, ну. Полный комплект. Вот и поговорили. Ну, Клима, это первый вопрос. А второй, Стас. Он что, не понимает, что его сладкая жизнь зависит от моих связей? Ой, Багдяновы, Багдяновы, ну, включайте голову-то, ну, и готовьтесь к свадьбе. Алло. Алло, Ир, я у тебя во дворе. Так, подымайся. Лидия Михайловна дома? Да, конечно. Давай-ка ты лучше спустись. Поговорим без свидетелей. Хорошо. Можно? Чего тебе? Пап, я тут одну твою фотографию видела у Стаса. Какую фотографию? Зачем она ему? Ну, вот эту. Он ее на компьютере рассматривал. Зачем? Не знаю. Сказал, что ищет одного человека. Ты прости, я ему сказала, что вот это ты. Ну, сказал, и ладно. Это же не тайно. А он мне сказал, откуда у него эта фотография? Спросила. Что-то мутит. Странно. Но ты узнай, для чего ему это надо. Попробую. Ир, похищение Максима было местью клима-следователю. Да, я знаю. Мужа Лидии Михайловны. Да. А исполнителями были Алексей Антонов и Константин Богданов. Подожди. Так это же... Да. Отец Оксаны и мой отец. Стас, лучше бы я этого не знала. Я то же самое сказал отцу. Ира, я знаю твою принципиальность и восхищаюсь ею. Но сейчас я прошу тебя не навредить моему отцу. Я сегодня понял, что он и так всю жизнь провел в страхе и раскаянии. И как ты собираешься с этим жить? Да никак не собираешься. Давай уедем отсюда. Сейчас, вместе. Отец думает, что я боюсь потерять наследство, но это не так. Я найду работу. Но без тебя мне ничего не нужно. Поехать с тобой было бы здорово. Но я не могу сейчас оставить Лидию Михайловну. Даже если Максим найдется, легче ей не станет. А если он не ее сын, где тогда родной? Ладно, чем мы можем помочь? У Селецких есть дача. В селе. Там умер муж Лидии Михайловны. И она туда больше не приезжает. Возможно, Максим скрывается там. Но адрес я не знаю, а у нее спрашивать не хочется. Угу. Да, ты Лидии Михайловне пока ничего не говори. А то рванет на дачу. А мы не знаем, почему Максим там скрывается. Да, конечно. Спасибо за помощь. Я пойду. Ира, подожди. Я не сказал самого главного. Я очень рада тебя видеть. Я пойду. Тебе нужно поговорить. Ира, подожди. Ну, я же сказал, что это скоро закончится. Прости. Алло. Стас, стою как дура под твоей дверью. Ты где? Скоро буду. Вообще-то мы не договаривались, что ты сегодня приедешь. А тебе не приходило в голову дать мне запасные ключи? Стас, я никогда ни за кем так еще не бегал. Может быть, ты хоть этого ценишь? Только не сегодня. Я устал. У Иры? Что же она с тобой делает, что ты так к ней прилип? Расскажи, я тоже попробую. Как же меня это достало? У нее был? Не твое дело. Мое. Ты же в наши дела лезешь. Зачем тебе отцовская фотография? Что ты вынюхиваешь? Так, значит, тебя отец прислал? А у тебя выдержки не хватает помягче меня расспросить. Ну, так и скажи. Ничего не узнал. Так и скажу. Могу еще бросить тебя. Да. А сделай это, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, здравствуй, отшельник. Здравствуйте. Как вы меня нашли? Да это не я тебя нашел, а Клин. Подождите, я ему все отдал. Макс, ты что, не догоняешь? Клин деловой человек. Он дал тебе деньги в расчете на прибыль. Какую прибыль? Я, у меня нет прибыли. У меня вообще ничего нет. Господи, я вообще жалею, что свел тебя с Климом. В общем, так, это проблема. Проблему надо решать. Но я тебе денег не дам, учти. Что мне делать? В общем, Макс, расклад такой. Я тебя прикрыть больше не могу. А Клим от тебя не отверстся. Он долги не прощает. Подождите, а вы, вы зачем вообще приехали, если не помочь? Да посмотри, как ты живешь. Вижу, устроился хорошо. Печка, тепло, продукты с царского стола. Шикарный дом. По весне картошечку посесть. Слушай, что тебе еще надо, а? Можно всю жизнь тут вот скрываться. Я не буду всю жизнь скрываться. Да ты что? Мальчик разговорился. А что ты сделаешь? Что? Как только ты высунушь свой нос, они тебя раздают, как таракана. Хватит! Или ты его, или он тебя. В смысле? Вкромысли. Ой, мне пора ехать. Ну что, сердце мое спокойно. Живешь ты шикарно. Лузер. Лузер. Я не лузер! Лузер.